Добрый день, друзья, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление, говорим, куда инвестировать в эти непростые времена. Сегодня хотелось бы поговорить о том, почему банки в условиях турбулентности, нестабильности начинают повышать валютные курсы, начинают увеличивать разницу между ценой покупки и ценой продажи наличной валюты, это называется спреды, то есть расширение спредов. Почему непосредственно это происходит? Потому что действительно недавно мы столкнулись с ситуацией, когда увеличились так называемые геополитические риски, когда было очень много факторов неопределенности и, во-первых, что я видел, люди опять-таки побежали, во-первых, в банки снимать наличные и, второе, побежали покупать валюту и удивились того, какой курс был. То есть отдельные банки устанавливали курс в размере 150 рублей за доллар, ну, что называется нонсенс. И здесь получается, я в этот период времени, как раз в субботу-воскресенье проводил тренинг, соответственно, ехал на тренинг, слушал радио Business FM, и там, соответственно, много разговоров было, что же покупать, не покупать валюту и что такое же происходит. Давайте я объясню, как непосредственно работает банковская система, почему такие валютные курсы определяются и что делать в такие ситуации, как их не допустить в дальнейшем, в будущем, если вдруг что-то подобное повторится или неподобное. Имеется в виду неподобное в контексте происходящего, а в контексте неопределенности, когда очень много страха. Что происходит в условиях неопределенности особенно? У нас, во-первых, есть первая неопределенность или какое-то страшное событие. То есть Россия объявила специальную военную операцию. То есть или там, я не знаю, банк какой-то грохнулся в пятницу вечером после закрытия торгов. Когда происходит неожиданное, непонятное событие, каким образом оно повлияет, естественно, люди пытаются выйти в кэш. То есть чтобы был определенный размер наличных денег, которыми можно будет распорядиться. Потому что бог его знает, что там с этими банками произойдет. И тогда люди, соответственно, бегут в банкоматы. В России, помимо того, что бегут в банкоматы, еще бегут в обменные пункты. То есть если что-то неопределенное, если что-то страшное, покупай бакс. Что происходит? Происходит, в моменте очень сильно растет спрос. Спрос на валюту. И эту валюту, тем более наличную, ее быстро получить невозможно. Классические законы спроса и предложения. Желающих купить много, желающих продать мало. То есть представьте себе, что у вас есть доллары. Произошло какое-то непонятное событие. И все бегут покупать доллары, а они у вас есть. Вы их продавать будете? Скорее всего, вы их продавать не будете. Поэтому получается, что тех, у кого уже валюта есть, они ее продерживают. И готовы еще докупить. А у кого ее нет, начинают активно покупать. И риск возникает спрос. Вторая ситуация. Разница между ценой покупки и продажи. Как происходит ценообразование валютного курса в коммерческих банках в обменных пунктах. То есть, Центральный банк России устанавливает курс национальной валюты. Курс национальной валюты устанавливается на основе торгов валютами на фондовой бирже. На валютной секции фондовой биржи. То есть, на валютной секции осуществляются торги. Берется средневзвешенное значение курса валюты, которое происходило. И Центральный банк на основе этих значений устанавливает курс валютный. По какой цене покупать, по какой цене продавать. То есть, он дает ориентир коммерческим банкам. Соответственно, банки смотрят на курс Центрального банка. И небольшую комиссию продают чуть-чуть дороже, чем продает Центральный банк. Покупают чуть-чуть дешевле, чем покупает Центральный банк. То есть, получается, Центральный банк дал ориентир. Коммерческие банки взяли этот ориентир и установили свои курсы в обменных пунктах. В условиях, когда закрываются торги, то есть, когда биржа не работает, торги не осуществляются, у центрального банка нет индикатива, на что опереться, то есть, где находится баланс спроса и предложения по валюте. Когда биржа, в принципе, не работает, выходные и праздничные дни, то есть, в ситуации, когда выходных и праздничных дней, опять же, торгов нету, у центрального банка нет ориентира, к чему зацепиться, чтобы установить курс валюты, то, соответственно, у него это не возникает. И банки, так как не имеют индикатива от центрального банка, то в условиях, когда одновременно происходит накладывание двух обстоятельств, первое, торги не ведутся, и в этот период праздничные дни или вечерние торги в пятницу, например, перед выходными днями происходит какое-то неожиданное страшное событие, и в итоге рынки на них отреагировать не могут, да, то есть, они не понимают, хорошо или негативно это отразится, где будет баланс спроса и предложения. В этот период что делают банки, да, так как у них индикатива нет, они просто спреды между покупкой и продажей очень сильно расширяют. Вспомним начало специальной военной операции, остановили торги валютной секции, индикатива нет, операция продолжается, налагают в этот период санкции, да, то есть, центральный банк не может соориентироваться, какой курс непосредственно установить. И даже если он может что-то там банкам сказать, банки говорят, да идите лесом, вы там сейчас торги откроете, да, не резиденты как ломанутся с российского рынка, как начнут продавать, потому что там еще ограничений никаких введено не было. И это неизменно приведет к росту валютного курса, да, и поэтому продавать мы будем дорого, а покупать мы тоже не знаем, по чем покупать, поэтому покупать мы будем дешево. И получается, что у нас индикатив от центрального банка там 90-95 курс доллара, да, а банки продают по 140, а покупают там, не знаю, по 65. Почему? Потому что банки, вот эти вот риски, политические риски, экономические риски, санкционные риски, отсутствие ликвидности и отсутствие индикатива, да, потому что в принципе алгоритм у коммерческих банков понятен, да, то есть они знают, что центральный банк берет среднеизвешенный курс торгов по валютной паре рубль-доллар и как они устанавливают. И поэтому получается, что банки эти риски перекладывают с себя на покупателей и продавцов. Это раз. Два. Когда очень много страха, банки еще на этом и зарабатывают, да, потому что если толпа бежит, если толпа ломится, ее остановить невозможно. Поставишь курс 140, так как все напуганы, так как все страшны, будут покупать и по 140. И поэтому получается, что здесь еще и возникает дополнительная возможность зарабатывать. Каким образом себя вести в таких ситуациях? То есть, во-первых, воздержаться от совершения валютных операций в условиях, когда отсутствуют торги на валютной секции московской биржи, то есть когда есть индикатив. Потому что вы должны понимать, что вы на этом не заработаете. Вы должны понимать, что в условиях отсутствия торгов банк вам поставит или обменный пункт вам поставит такой курс на продажу, что даже если вдруг, когда возобновятся торги, доллар будет расти, то вы уже купите на 10, 15, 20% дороже. И мало того, даже если курс вырастет на 10, 15, 20%, а вы купили там условно, то есть курс 100, вы купили по 120. То есть вы должны понимать, что у вас должен быть курс на обратную покупку со стороны обменного пункта, как минимум по 120. А это будет, когда реальный курс торгов будет 130. В условиях, когда торги не осуществляются, в условиях, когда биржа закрыта. Поэтому здесь получается, что никогда вы не совершаете эмоциональных поступков, а покупаете валюту во времена стабильности. То есть когда более-менее спокойно, когда уже оценены все риски, когда нет высокой волатильности, нет резкого движения. Когда идут резкие движения, вырос доллар, упал доллар, вырос доллар, упал доллар. То есть вот эта волатильность, размер диапазона, в котором ходит валютная пара, то, как правило, диапазон банки устанавливают. То есть верхний диапазон – это цена, по которой будут продавать, нижний диапазон – это цена, по которой банки будут покупать. Поэтому во времена, когда вот эта волатильность сужается, когда небольшие колебания, вот тогда покупайте валюту, вам этого ничего не мешает. Второе, всегда имейте диверсификацию, то есть стандартное правило 50 на 50, пусть у вас ликвидные средства, подушка безопасности будут 50 на 50 распределены по валюте и в рублях. Потому что тогда вот это вот очень простая, легкая, неинтересная, скучная решение, связанное с тем, что 50 на 50 валюта находится, оно позволяет себя в такие ситуации чувствовать себя спокойно. Опять же, вот в этом видео я показывал свой собственный инвестиционный портфель, то есть я себя чувствовал спокойно во времена, когда рубль сильно упал в 22 году, когда после этого он очень сильно укреплялся. Меня это не волновало. Да, стоимость валюты в портфеле, когда рубль укреплялся, соответственно она уменьшалась, то есть рублей у меня становилось меньше, потому что рубль укреплялся. Но помимо всего прочего, у меня были рублевые активы, у меня были непосредственно акции, у меня были облигации, которые мне давали рублевую доходность. И когда у вас вот эта вот есть диверсификация валютная, то вы чувствуете себя комфортно. Никогда в условиях страха, турбулентности не бегите, не обменивайте. Пусть при прочих равных условиях у вас это будет диверсифицированный портфель. Хорошая история сейчас, да, в связи с ограничением обращения валюты в России, вывода капитала из России в валюты. Можете использовать какие-то альтернативы, да, то есть где есть актив, который в условиях, если растет доллар, то этот актив тоже растет. Что такими активами являются? Во-первых, золото, потому что цена на золото номинирована в долларах, и здесь получается, если доллар укрепляется, а золото, например, стоит на месте или растет, вы получаете прибыль, да, то есть у вас такой диверсифицированный портфель. Недостаток этого инструмента заключается в том, что если золото будет падать, то в этом случае может быть убыток рыночный по самому инструменту. Но с валютной составляющей рисков нет. Второе, здесь могут быть также замещающие облигации. Когда вы покупаете замещающие облигации, вы покупаете актив, расчетная стоимость которого, выплата купона по которому привязана к доллару, но покупаете за рубли непосредственно. И таким образом получается, что если доллар будет расти, то у вас будет дополнительная доходность за счет роста курса доллара, да, то есть за счет валютной переоценки. И купон вы тоже будете в валюте получать. Хорошее решение, ну как альтернатива наличной валюте. Третий инструмент, который можно использовать для такого рода хеджа, это акции Сургутнефтегаз привилегированные. Почему? Почему опять-таки у Сургутнефтегаза есть валютная кубышка и после того, когда происходит рост доллара, со временным лагом в 1-2 месяца акции Сургутнефтегаз привилегированные начинают в своей цене догонять. Потому что если длительное время курс доллара находится на высоких значениях, по итогам года происходит валютная переоценка валютной кубышки Сургутнефтегаза. И эта валютная переоценка дает дополнительную прибыль акционерам и по привилегированным акциям выплачивается в форме дивидендов. Поэтому если вы хотите иметь прокси на доллар, вместо прямой покупки доллара покупайте вот такого рода активы. И даже сейчас при прочих равных условиях, когда народ по-прежнему бежит, покупает валюту, я предпочитаю не покупать. Мне нет необходимости покупать. То есть у меня есть и акции Сургутнефтегаз привилегированные, у меня есть замещающая облигация, у меня есть бумажное золото, у меня есть физическое золото. Я чувствую себя достаточно комфортно, мне не нужно дергаться. То есть я в данном случае делюсь, как я к этому подхожу и что я с этим делаю. А чтобы не пропустить информацию о выходе новых видео, можете подписаться на канал, щелкнуть колокольчик, поставить лайк данному видео и оставить комментарии. Что вы думаете, каким образом вы себя вели в такие кризисные ситуации, покупали ли валюту. Есть ли среди моих слушателей люди, которые покупали в 2022 году доллары по 130-140 рублей через онлайн-приложение банков. Есть ли люди, которые покупали, кстати, валюту, когда она стоила, потому что здесь же есть обратная история. У нас была ситуация, когда летом, осенью прошлого года курс доллара был 65 и 60 и 55. И напишите, покупал ли кто-то валюту по данному курсу, потому что здесь идет обратная история. Тот же самый страх, тот же самый паника. Хорошо, да, я вижу, что доллар стоит 60-55, но что мне нафиг с ним делать. То есть я его там забрать не могу, вывезти я его не могу. Комиссия на покупку валют очень высокая. Зачем, какой мне смысл покупать эту валюту и никто не покупал. Но, соответственно, опять-таки, можно было что сделать? Курс вроде бы привлекательный, высокие проценты комиссионные у брокеров, чтобы купить. Ты не понимаешь, что тебе с этими долларами делать. Вывести их на банковский счет особо не можешь. А, в принципе, если даже можешь, то снимать, опять-таки, ты будешь не валюту, а будешь снимать рубли. Что вы делали в этой ситуации? Как я уже говорил, опять-таки, вот в этом видео, в 2022 году я сделал три сделки. Одна из них была покупка физического золота. Это как раз-таки был прокси, да. То есть получается, потому что золото было рассчитано по курсу национальной валюты. Российский инструмент золотой, бумажный. Соответственно, я получил курс. И плюс еще золото было по привлекательной цене, что обеспечило доходность за полгода порядка 80% рублевой доходности. Оставьте свои комментарии. Они действительно для меня ценные, важные и позволяют создать новую тему для записи новых видео. На этом у меня сегодня все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok